Умыть лицо и руки, вскипятить воду для чая, да и просто согреться. Новая печь от рязанских кузнецов сделана по технологии, вместившей в себя сразу несколько полезных функций. Вадим Дыкин рассказывает, с наступлением холодов такие вот устройства в блиндажах станут просто незаменимы. И вот в эту субботу мы взяли, во-первых, у нас новая печка была вот такая вот, большущая, вы ее помните. Стали делать маленькие. Первые попросили морпехи, ребят, каскадовцы. Мы им сделали маленькие. Она легкая, удобная в переноске, в перевозке, при передислокации. Ну а потом решили надеть на ее бак по типу бойлера и сделали как для невысоких блиндажей, вот на горизонтальном, так и для высоких подвальных помещений. Печь с горизонтальным бойлером нагреет воду всего за полчаса, с вертикальным примерно за час. Каждая емкость объемом 40 литров. Конечно, кузнецы еще будут дорабатывать новую модель. Появятся и так называемые малолитражки. О том, какие печи в обиходе удобнее, расскажут сами бойцы. С ними связь здесь поддерживают постоянно. По словам волонтеров, в перспективе запустить производство как минимум на 25 таких вот конструкций в неделю. Правда, пока постоянных активистов в этой кузне всего пять. Чтобы нарастить объемы производства печей, нужны еще добровольцы. Я жил в частном доме в свое время, в деревне. Сварка, любой слесарный инструмент – это первое дело у нас. Все своими руками приходилось делать. Работал на предприятии, где постоянно работали сваркой. Сам сварщик сейчас на заводе работаю, вторая работа у меня сварщиками работаю. А в свободные выходные дни работаю здесь на благо. Помогаю, потому что на ИСВО надо помочь ребятам. И брат у меня там находится сейчас в зоне боевых действий. Поэтому ради него и ради его пацанов помогаю им. Помочь можно и материалами. Подойдут трубы разных диаметров, пустые газовые баллоны и просто металл. В старой кузне будут рады любой помощи. Ведь каждый здесь радеет за общее для нашей страны дело. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».